Здравствуйте товарищи, сегодня у нас обзор на пулемёт из боевого пропуска, третьего боевого рейтинга FN Model 1930, проспонсированный Злым Леопольдом. Правда, с момента заказа прошло уже больше месяца, но надеюсь, что заказчик не сильно расстроился. Данный пулемёт продаётся в боевом пропуске, сразу у двух фракций, Германия и Япония. Все футажи были записаны за немцев, поскольку лезть на третий ранг японцев, желания у меня не было от слова совсем. Но о его применении в рамках японо-американского противостояния мы чуть-чуть поговорим. Не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить комментарий. Приступим. Начнём с истории оружия. FN Model 1930, вручной пулемёт фельдийского производства. Фактически является модификацией американского пулемёта М1918 БАР Браунинг Автоматик Райфл, который также присутствует в нашей игре. Данный пулемёт производился по лицензии, и первое, что сделали бельгийцы, это произвели другую модификацию, специально для поляков. И эти поставки покрыли стоимость создания производственной линии, после чего было решено приступить к проектированию новой версии под экспорт в другие страны. FN Model именно в этом виде разработан в 1928 году, и производство началось в 1930. В 1932 году была разработана новая версия пулемёта, которая называлась формально также FN Model 1930, но в бельгийской армии он получил наименование FN Model D, причём поскольку пулемёт был рассчитан под экспорт, он производился в нескольких вариациях под разные калибры. D в названии означает «разборный» или «съёмный», что являлось одной из положительных характеристик оружия. Пулемёт легко разбирался и обсуждался прямо на поле боя, что позволяло вести непрерывную стрельбу, если, конечно, у вас было много патронов. Ствол менялся буквально парой движений, требовалось просто надавить на специальный механизм и дёрнуть ручку для переноски. Вуаля! И ствол можно менять на новый. По ощущениям, эту операцию на тренированный расчёт пулемёта мог произвести буквально за секунд 10, и после снова продолжить вести огонь по врагу. Да и вообще, всю конструкцию пулемёта можно описать так. Берём бар, максимально повышаем эргономику для удобства стрелка, и как можно сильнее упрощаем разбор для лёгкости обслуживания. По итогу, получилась версия бара, которая не устарела даже после Второй мировой войны и считается одной из лучших его модификаций. Пулемёт пошёл на вооружение бельгийской армии, и, соответственно, после немецкой оккупации мог попасть в руки вермахта. Но производство немцами было остановлено. Да и честно, именно зафиксированного применения этого оружия Германии я не нашёл. Но мы не забываем, что пулемёт шёл не только в бельгийскую армию, но и на внешний рынок. Зафиксировано его применение китайской армией, откуда его уже могли чисто в теории затрофеить японцы. Зная это, смешно смотреть на людей, в очередной раз рассказывающих об отсутствии трофеев в нашей игре. Лоу. Пулемёт вообще продавался много куда, например, в Люксембург, но точной информации по объёму поставок в другие страны у нас нет. После Второй мировой войны производство в некоторых модификациях продолжалось, например, под новый натовский патрон 7.62х51. Пулемёт поставлялся в малых странах Европы, а также в Азию и Южную Америку. Самое интересное из того, что я нашёл, это китайская конверсия для питания магазина от Калашникова. Ну она просто выглядит в пору-то. Перейдём к игровому применению. Урод стандартный, пулемётный 13.2, скорострельность 770, что больше, чем у любого из браунингов. Перезарядка 2,1 секунды. Что примерно как у баров. На старых столько же, на самом последнем 2 секунды. Обычный магазин на 20 патронов, малый вес в 9 килограмм и практически полное отсутствие пулемётных дебафов. Что на порядок повышает вашу точность в движении, особенно в сравнении с другими пулемётами. Что позволяет вам играть в активном штурме. Также FN-модуль, как и поздние бары, имеет медленный режим стрельбы. Но я честно не представляю, кто им пользуется. Ну, спасибо, что есть такая возможность. Обзор немного перекрывается ручкой для переноски. Но честно, мне в бою она особо не мешала. Хотя да, для кого-то это может стать существенным минусом. Без патронной сумки у вас всего 100 патронов. Так что тут без вариантов нужно её использовать. Вместе с ней уже 200. Правда я и это количество достаточно часто отстреливал. Звук стрельбы, как у браунинга. Что неудивительно. Принципиально отличий в конструкции между этими двумя пушками нету. По-первых, может показаться, что немцам выдали немного улучшенный браунинг, но за золотую заявку на тот же третий боевой рейтинг. Это обманчивое ощущение. Из-за сломанных до сих пор отдач ранние браунинги сейчас достаточно сильно вводят в разные стороны. В то время как поздняя модификация, а вторая, вполне терпима. И она тоже на третьем боевом рейтинге. А вот FN модуль также носит. Несмотря на то, что в реальности его часто называют самым поздним и самым лучшим браунингом. Для нашей игры это некорректно. У него совершенно ужасный рисунок отдачи. Я по итогу даже не смог решить, какой перк на отдачу вам рекомендовать. На вертикаль или горизонталь. Вот вам наглядный пример нескольких зажимов на полигоне с разными прокачками на солдатах. Чтобы вы могли сами выбрать, какой перк вам предпочтительнее. Но все же пулемет не является плохим. Не могу назвать это оружие прям желанным. Но для третьего боевого рейтинга оно вполне конкурентоспособно. Не очень понятно, зачем оно сейчас японцам, когда у них в прокачке пулемет Е7 на тот же боевой рейтинг. Он тупо лучше. Практически во всем. И золотую заявку на него тратить не надо будет. А вот для немцев смысл все же есть. Германия не заимела таких легких пулеметов на этом боевом рейтинге. Именно разнообразие. Потому что я не могу сказать, чтобы FN Model был хуже или лучше того же MG34. Они просто разные в своем применении. FN Model ближе к автовинтовке, которая очень хорошо подойдет для активного штурма. MG34 это полноценный пулемет. Достаточно тяжелый, с которым активно маневрировать будет тяжко. Поэтому он для позиционной игры. Рекомендовать FN Model к покупке прямо однозначно, по итогу, я не могу. Все же сломанность отдач слишком сильно влияет. Когда пофиксят, да, стоит купить, но не в нынешнем виде. Хотя он точно не является экземпляром мусорного оружия, которое часто попадается в боевом пропуске. С вас лайк, подписка и комментарий. В описании ссылочки на мою группу ВК, Дискорд сервер, а также на фанатский телеграм-канал по игре. До связи, товарищи.